Уважаемые участники Петербургского международного юридического форума, я рада приветствовать вас. Прошлый год принес новые вызовы для людей, для экономики и для финансового сектора, и для правовой системы. Но хочется верить, что в скором времени пандемия завершится, а сейчас имеет смысл провести ревизию. Какие произошедшие изменения в финансовом законодательстве должны, что называется, кануть в лето вместе с пандемией, а какие имеют смысл сохранить на будущее. В частности, оперативно принятые законы расширили возможности предоставления дистанционных услуг, удаленной идентификации, проведения в онлайн-формате корпоративных процедур и другие аналогичные аспекты. Один из ключевых вопросов развития финансового законодательства сейчас – это дальнейшее развитие правовой рамки по цифровым финансовым активам. Ключевой закон здесь о цифровых финансовых активах в прошлом году был принят, и сейчас предстоит начать по нему работать. Надо оценить возможности, которые закон дает для новых форм финансовых инструментов и контрактов. Ожидаемый запуск цифрового рубля также ставит вопрос о необходимости изменения в законодательстве, как вписать в новую форму денег в российскую правовую систему. Россия начала интеграцию в глобальную ИСЖ-повестку, и это также требует отражения в законодательстве. От определения зеленых финансовых инструментов до внедрения зеленых стандартов корпоративного управления. Желаю участникам форума, как всегда, продуктивной работы и ярких дискуссий.